Что-то новенькое просили? А то курица уже всем надоела. Давайте сделаем из говядины простой, быстрый и, самое главное, вкусный рецепт. Да, из доступных ингредиентов, я уверен, что все эти ингредиенты каждый из вас может купить, а наверняка у многих есть они дома и всегда есть. В общем, за мясом придется ходить в магаз. Я купил то, что было, ну, мне попались говяжьи отбивные, то есть они такие еще и прошторбированные. Я всегда говорю так, если я готовлю не стейки, то все равно, какую говядину покупать. Вот что получилось у вас, то и берите. Смотрите, нарезаю очень-очень-очень-очень тонкими пластинками, прям тонюсенькими, прям вообще тончайшими. Чем тоньше, тем лучше. Если тонкими не получается, значит, точите нож. Да, точите нож. Мужа зовите и говорите, а что это у меня тонко не получается резать мясо. Заодно вспомним тот самый легендарный маринад, который кто-то видел, ну, а кто-то и вообще мимо него прошел. Повторение, как говорится, мать учения для тех, кто со мной на моем канале уже все, уже сколько, уже 4 года почти, скоро будет 4 года уже. А кто пришел только новенький, заодно и прокачает скилз. Значит, смотрите, я нарезаю мясо очень-очень тонкими пластинками и складываю в металлическую миску. Когда мясо нарезано, добавляем сюда щепотку соли. Значит, у меня здесь где-то 350 граммов мяса. Немножко соевого соуса. Давайте, чтобы потом не было вопросов. Соевый соус здесь у нас не для засолки. В сотый раз повторяю. Смотрите, одна столовая ложка. Этого достаточно. Теперь белый перец. Белый. Белый-белый, как сажа-белый. Вкуснее всего с белым перцем получается. Нет белого, добавляйте черный. Обильно, да? И теперь самое главное. Оп, яичко одно сюда разбиваем. Еще раз солим солью, а соевым делаем вкус. Вот в этом маринаде любое мясо, почему я вам сказал, что я покупаю то, что есть. Вот оно станет офигительно мягким. Но обязательно тонко-тонко-тонко-тонко нарезайте. Будете резать кубиком, не получится так. Все называется белковый маринад. Яичный маринад, все по-разному. Можно одним белком, просто белком. Можно целиком яйцо. Все, размешали. Сейчас белок вот это все впитается. Хочу еще немножечко добавить соевого соуса. Давайте две ложечки. Вижу прям, ощущаю по, так сказать, по текстуре, что этого недостаточно. Во! Во-во-во-во-во-во, все, аромат пошел. Класс. Вот смотрите, яйцо, а вот мясо уже почти сухое. Оно тут же впитывается. Одну ложку крахмала. Ну, там просыпалось чуть-чуть, ну ладно, чуть-чуть больше ложки. Ладно, ложка с горкой. Много не надо. Все тщательно перемешайте. Все, пусть постоит пока. Ну, пока пусть постоит. Ставим греться сковородку. Сковородку берите с большими бортами. За это время нужно быстро нарезать перец. Перец болгарский, лучше всего зеленый, красненький, знаете, для красоты картинки. В общем, можно использовать, какой удалось купить в магазине. Проблем никаких нет. Как разделывать перец, я не часто показываю, но еще раз обращаю внимание. Сначала отрезаем попку, потом другую часть. Вырезаем серединку и удобная часть остается для нарезки. Вопрос профессорам, кстати, вот я все время. Почему красный дороже зеленого в магазине? А? Напишите, пожалуйста. А то вы как меня гнобить так. Первые. Вот пора проявлять свои знания. Значит, половинку красного, половинку зеленого, соломкой режем, можно полукрючочками такими. И обязательно вот эти вот все попки тоже сюда нельзя их выкидывать. Чеснок. Несколько зубчиков я раздавил, очистил и просто, ну, как-то нарезал. Там не очень крупно, не очень мелко. Ну, тут не принципиально. Нам нужно его, главное, нарезать. Он красоты особо никакой не создает. И имбирь. Имбирь режем сначала пластинками. Где-то примерно чайную ложку нам надо от всего, от этого. Теперь соломкой. А вслед за соломкой кубиком. Все к чесноку. Чеснок и имбирь у нас родные братья. Братья по разуму. Сковородка нагрелась и масло льем. Масло прям, знаете, так, прям хорошо льем. Масло прям там так нормально плавает. Почти фритюр. Подготовьте одну тарелочку, чтобы сюда готовое мясо скидывать. Мясо жарим частями. Нельзя бросить все 300 граммов туда. Нужно дать возможность ему... Сначала половинку можно, потом вторую половинку. Ну, засекайте время. Я думаю, что, наверное, полторы минуты. Главное, разделите кусочки. Как только исчезнет красный цвет, сразу его скидывайте в тарелку. Первая партия мяса готова. Видите, даже говядина получается светлого цвета, а не черного, как жарят многие. Возвращаем масло и отправляем вторую часть. Посмотрите, мясо забрало часть масла. Можно чуточку добавить. Сюда отправляем овощи. Перец. Да, я не успел лук нарезать. Тут буквально арбузными дольками. Я это называю перьями. Оп. Все сюда. Жарим пару минут. Можно для, знаете, пущего, так сказать, огонька прибавить к горелке. Для пущего вкуса. Чтобы дымок там, масло загорелось. Эх. Все, достаточно. Теперь мы сюда отправляем мясо. Вместе с той жидкостью и маслом, которое было в чашке. Добавляем пару столовых ложек соевого соуса. Одну чайную ложечку уксуса. Если рисового нету, значит пол чайной 9%. Обязательно щепотку сахара. Такую добрую щепотку добавьте сахара. И крахмал. Вот смотрите, где-то, смотрите, столовую ложку сыпите сюда. Разбавляете водой. Я обычно пальцем перемешиваю. Всегда пальцем удобнее. Вы тогда чувствуете, где образовались комочки. Все, комочков нету. Выливаем крахмал сюда. И тут же быстро-быстро перемешиваем. Нам нужно весь соус завязать на мясо и овощи. Получается густой воды чуть-чуть. Теплый или горячий просто добавляйте. О, класс. Бомба. Овощи должны быть чуть-чуть, знаете, такие, сыроватые. Теперь чеснок, имбирь. И выключайте огонь. Теперь нужно, знаете, что сделать? Надо попробовать. Достаточно ли соли у нашего произведения искусства? Да. Всего достаточно. Вот такой соус весь прилип. Овощи все дошли. Понимаете? Да, я вначале говорил, что если сразу пожарить овощи, потом они в кашу превратятся. И из-за белка и крахмала вы это мясо будете есть губами. Хотя это самый жесткий кусок какой-то жопы. Причем не совы, а говядины. Да. А гузок одним словом. Кунжучком не забываем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Можете сюда кинзу добавить. Можете добавить сюда укроп, петрушку. Можете говядину заменить. Соответственно, и соевый соус заменить на шарабом. Говядину заменить на курицу. Получится другое блюдо. Ну, как вы любите. Вопросы задавать такие. Очень просто. Главное, все нарезать. Вот это сложно. А дальше все скидал. Пам-пам-пам. По 30 секунд. И все готово. Я люблю палками такую вещицу пробовать. Но это, я хочу сказать, одно из любимых моих блюд. Тут овощи с мясом. Почти раздельное питание. Лук хрусящий. Перец надо было раньше чуть-чуть. Да? По соли, имбирю, чесноку. Вообще прям суперидеально. Мясо мягчайшее. Возможно, кто-то из вас захочет сюда больше соевого соуса. Вы попробуйте с минималкой соевого соуса. И досолите солью. Вкус будет не азиатский. Потому что многие говорят, ну, вон, что типа, столько азиатки, там, туда-сюда. Вот у этого вкус не азиатский, а такой европейский. Но причем в европейской кухне тоже ведь много чеснока, имбирь добавляют во многие вещи. Перец, лук, говядина. Все, здесь больше ничего нет. А сойку добавили только из-за того, чтобы сделать более интенсивный вкус. Ну, он используется как усилитель вкуса. В итоге, мне придется все это съесть одному втихую, пока никто не видит. Как вы уже поняли из наших прошлых обсуждений, оператора кормить нечего. Он сейчас как раз за время карантина сел на диету. Хорошо выглядит. Зачем его откармливать, да? Все. Я с вами прощаюсь. Штука вот эта замечательная. Попробуйте, откройте для себя маринад. Вот кто новенький на канале, будете писать об этом благодарности. А я вас благодарю за комментарии, за лайки, за дизлайки. Благодарю за то, что вы смотрите. Благодарю за то, что вы заходите ко мне на мой сайт, смотрите там что-то, покупаете, специи, всякие тарелочки, морелочки. Сейчас после карантина будем еще новые добавлять всякие штуки-дрюки. Не забывайте, что у меня есть еще канал с короткими рецептами для тех, кто не любит длинные рецепты. Все перечислил? Да. Все. Слюна брыжет. Пока. Приятного аппетита.